Нам бы хотелось рассказать о нашей выставке. По большому счёту, все экспонаты этой выставки, они говорят сами за себя, но тем не менее нам бы хотелось вам о ней рассказать, для того, чтобы имели более полное представление. Итак, наш музей, музей боевого братства России, начинался в 2014 году как музей воинской доблести Донбасса. То есть, организация «Ленгазский доброволец» образовалась в Санкт-Петербурге практически сразу, только начались эти трагические события на Украине. И мы практически тогда же, люди, приезжающие оттуда, стали привозить какие-то артефакты, памятные вещи. В итоге их собралось такое количество, что мы решили, что это обязательно должен быть музей, и что обо всём том, что попадает нам в руки, необходимо обязательно рассказывать людям. На сегодняшний момент музей вырос до музея боевого братства России. Это музей, который рассказывает о добровольцах не только в военном Донбассе, а о добровольцах во всех конфликтах, во всех войнах, в которых приходилось и приходится, к сожалению, участвовать в России и Советскому Союзу, начиная с 1-й, 2-й дивизии народного обучения Ленинграда вплоть до сегодняшних дней. Эта часть композиции, которую мы представляем здесь сегодня, посвящена именно Донбассу. В 2014 году, в последующие годы, вплоть до сегодняшних дней, до настоящих дней, до специальной военной операции. И вот этот солдат, которого мы везде возим с собой, это некий собирательный образ, это символ нашего музея, это русский доброволец. Он очень уставший, вот как нам кажется, как мы про него думаем, он такой очень уставший, но, тем не менее, держащий оружие в руках и готовы держать его столько, сколько будет необходимо, пока на нашей земле не воцарится. Это экспонаты, которые рассказывают нам о трагических событиях, в которых все начиналось. Это 2014 год, Майдан, Киев, начало Цветной Революции, свержение власти и приход к власти нацистских и пронеонацистских сил. Первыми, кому довелось принять на себя удар, были бойцы отряда бедных. Где вы помните те страшные кадры, когда ребята, вышедшие против многотысячной толпы со щитами, с резиновыми палками, вот таких бушевар, с такими щитами, попали под удары, цепей, арматуры, камней, вот выстрелы из кругового оружия, и вот, как называемый, тортель молот. Ребята фактически, ну их фактически сгли живьем. Наверняка вы все помните эти фотографии, это видео. И вот этот шлем, по его состоянию виду, через что пришлось пройти ему и тому, кто его носил. Шлем сохранил на себе следы галиния. Это действительно шлем одного из бойцов Беркута, который в 2014 году противостоял этим неонацистским силам. Берет, который здесь представлен, так же берет одного из бойцов Беркута. Очень бережно к нему относимся, мы специально его не втираем. Если присмотреться, на нем видны скандиды крови. Щит одного из больших весов, те самые щиты, с которыми ребята выходили против нас, на них можно увидеть три отверстия, и следы от попаданий, как на югусей, шлема. Шлема человека, который с этим щитом был, к сожалению, неизвестного, достанавливая, можно предположить, что на югусей, нанесла ему ранение, дай бог, что не стеркнет. Ниже, издавлены вещи, некоторых из легендарных командиров народного ополчения, которое было образовано в Донецкой и Луганской народной республике. Это республики, которые на момент 2014 года были Донецкой и Луганскими областями Киева. Республики, которые наотрез отказались принимать политику нового правительства, республики, которые отказались от запрета русского языка, отказались переписывать нашу русскую историю, отказались переписывать итоги Второй мировой войны. В результате были проведены референдумы в Донецке, Луганске и практически ненагласным решением жителей Донецкая область, Луганскую область вышли из состава Украины, провозгласили себя Донецкой и Луганской народной республикой. Так началась история двух этих молодых республики. В ответ на это решение Украина вела туда войска. Началась война на Донбассе. И ниже вы можете видеть вещи первых легендарных командиров, некоторых из них легендарных командиров подразделений народного ополчения и шеврону и награду подразделения народного ополчения. Первый, о ком хотелось рассказать, это, конечно же, Захарченко. Захарченко стал первым главой Донецкой народной республики. Человек, который искренне любил свою республику, свой город, свой народ и сделал все возможное для того, чтобы республика не проиграла эту войну, для того, чтобы республика противостояла украинской бунте, для того, чтобы город жил и развивался, несмотря ни на что. К сожалению, Захарченко был убит. Убит подло. Убит в результате теракта. Он был взорван в кафе Сепа. Это кафе в центре Донецка. В настоящий момент его не стали восстанавливать. В настоящий момент это мемориал, это памятное место, место гибели первого главы Донецкой народной республики. И в какое бы время мы туда не пришли, в какое бы время года мы не пришли к этому памятнику, там постоянно очень много живых цветов, туда постоянно приходят люди. В окончании помнят, думают и гордятся своим первым главным. Ниже Бапаха, Бапаха с синим верхом, главного гор, приезжал к хауну Дремов. Павел Дремов был основателем подразделения народного ополчения в городе Снахамер. Снаханов это город, не далеко от Луганского. Это же Луганская народная республика. Сейчас его подразделение известно как 6-й казачий полк имени Платова. Подразделение продолжает существовать, продолжает геройски выполнять свою работу уже сейчас в рамках специальной военной операции. Бапаха, которую вы видите рядом, наверняка попадалась вам в интернете, на фотографиях, в каких-то видеороликах в Донбассе. Это одна из Бапах, которую носил, в которой он воевал, наверное, известный всем без исключения, Арсен Павлов, Луна Моторова. Оба этих главных сборок, футбол, это все не реплики, это все настоящие вещи, которые принадлежали реальность. Нам в музей их передали, друзья, родственники этих людей. для нас это прежде всего показатель той степени доверия людей на Донбассе, как они верят нашему музею и насколько они хотят, чтобы мы рассказывали о них людям, что мы, собственно, и делали. Пойдемте с вами дальше. Также вещи, принадлежавшие известным командирам и некоторым ополченцам, о которых я вам сейчас расскажу подробно. Вот эти куклы, которые видите сверху, все, конечно, вы узнали. Это Арсен Павлов, позывной Моторола, это Миша Толстых, позывной Гиви. Два друга. Воевали они вместе фактически с самого начала народного ополчения. Прошли все ключевые сражения к 2014 году, начиная с обороны Славянска, Моторска, обороны Донецка, бои с Донецкой аэропортом. И там из Горнила боев Донецкого аэропорта вышло два прославленных подразделения. Это батальон Сомали, которым командовал Михаил Толстых, и батальон Спарта, которым командовал Арсен Павлов. Оба подразделения продолжают существовать до сих пор, выполняют свои задачи в зоне СВО. Батальон Спарта по праву считается одним из сильнейших и успешнейших подразделений народной милиции Донецкой народной республики. К сожалению, оба этих командира были также подноубиты, убиты в результате терактов, совершенными украинской стороной. Арсен Павлов был взорван в лифте собственного дома в тот момент, когда он возвращался со службы, поднимался на лифте в свою квартиру. Лифт взорвали, вместе с ним погиб его охранник. Спустя совсем небольшой промежуток времени был убит Михаил Толстых в позыной гире. Он был взорван в собственном кабинете в штабе батальона Сомали. Флаг, который вы видите, это флаг батальона Сомали, на котором написано от гири и стоит автограф. Эту надпись делал лично Михаил Толстых и передал нашему музею еще в тот период, когда он был жив и никто не думал, что так трагически оборвался его флаг. Ниже видите фотографию и вот этот старинный молитвослов, который принадлежал еще одному легендарному командиру Алексею Мозговому. Алексей Мозговой был первым командиром и основателем всем известного подразделения батальон Призрак. Батальон Призрак существует до сих пор и продолжает работать в зоне СВО. Алексей Мозговой, к сожалению, был убит в мае 2015 года, убит в результате теракта, его машина была расстреляна за городом, вместе с ним погибла девушка, сидевшая рядом на сажирском сидении, она была руководителем при службе батальона Призрак. Алексея Мозгового очень боялась украинства, поэтому он и был уничтожен в числе первого. Алексей Мозговой еще в период активных боевых действий в 2014-2015 году он разговаривал с людьми на той стороне. Он устраивал некие телемосты, какие-то интернет, беседы с людьми и рассказывал простым украинским людям, что все то, что им рассказывает официально Украина про нас, это все незаслуживающее внимания пропаганды. Именно поэтому Украина очень сильно боялась, но было ничто. Папаха, тактические перчатки и шеврон принадлежали Пономареву Евгению Евгеньевичу позывной Тинго. Он был создателем и командиром подразделения Волчьи Сотни. Волчьи Сотни это казачье подразделение, которое состояло из добровольцев из России, преимущественно казаков с Кубани, с Дона и Стерек. Подразделение отличалось своей успешностью, своим нестандартным подходом, отличалось тем, что практически всегда одерживало победы в таких операциях, в которых успех казалось бы невозможен. Операции, которые проводила Волчья Сотня, официальная Украина затем выдавала всему цивилизованному в кавычках миру под тем соусом, что эти операции проводил российский спецназ. Подобные операции под силу только хорошо сложен подготовленному подразделению уровнем российского спецназа. На самом деле это были вчерашние мирные жители, российские добровольцы из казачьих семей, которые сразу у сердца пришли на помощь своим братьям. К сожалению, в 2014 году Динго погиб в бою. Табличка, которую вы видите с рукописным текстом, была написана и перед нашим госпиталом его мамой. Ныне, к счастью, здравствуйте, мы с ним очень дружим, реалистично встречаемся.